Добрый день дорогие мои подписчики и гости моего канала и кто иногда заглядывает на мой канал. На канале томаты по всем Любовь Светлана. Живу я в Чувашии на Средней Волге. Сегодня 25 апреля. Я первой теплице. Уход за томатами. Какой теперь уход за томатами? Ну по пунктам прям начну. Вчера было 2 недели как мы высадили томаты здесь. 10-го усаживали. Вчера 24-й. Значит 2 недели как и сказала. Не буду поливать. Снимать конечно очень тяжело. Солнце жарит. Я даже не знаю. Не вижу что тут снимается. Где и как снимается. Первое. Полила вчера. Сегодня сняла укрытие. А в другой теплице мы вообще ничего не укрывали. Сверху накинули укрытый материал от жары. Ну вот теперь этим томатам моим пока немножко голову повесили. Потому что все время под укрытием. Защищенные они стояли. И вот сегодня что мы делаем. Вот первое значит полили. Второе убрали укрытый материал. Второе подвязка. Решила с утра выйти и до обеда все это завершить. Около стены. Внутренняя часть. Я говорю. У мужа это внешняя часть. Вот там я уже подвязала. Так подвязала. Вот эти на тросах будет. Около тропинки. Дальше. Их подвяжу. Ну и здесь полегче подвязал. Тут все сначала веревки подвяжу. А потом уже буду только цеплять туда. Дальше. Это третье. Четвертое. Естественно все подрыхлю здесь. Хотя никакого тут ни курки нет. Ничего нет. Почему? Но сорняки растут. Ну какие сорняки? Вот мокрицу я не скажу, что сорняки очень хорошо едят и куры. И самим полезно очень его есть. Но мы ведь не едим полезно. Нам надо что-нибудь повкуснее. Дальше. Так упорно не буду. Прямо сорняками бороться. Почему? По необходимости. Убрали, курму отдали. Все. У меня как... Ой, она у меня перфекционистка. Там это... Что вот до такой степени чистю. Или все. У меня все по природу. Нет у меня таких прибамбасов. Лучше всех. Чище всех. Он мокрится как хорошо растет. Ну пусть растет себе. Дальше. Практически все томаты цветут. Большинство томатов уже цветут. Вот. Я уже все тут не буду показывать. Можно и показывать. Ничего такого. Нет. Но есть и послабее томаты. Ну как их сказать. Где тут? А, вон там в начале у меня один томатик. Что-то с ним не так. Мне показалось, что там муравьи. Пошуршать надо. Пару лет у меня так было. Страдает, страдает. Там отглянула. А там муравьи рыжие. Надо будет сахар с питьевой соды положить. Вот у меня тут такие гномики растут еще. Не высажены. Тут у меня зерно. Проращивается. Мама пришла, говорит, у тебя это что, удобрение? Я говорю, нет, не удобрение. Это, говорю, у меня зерно проращивается для моих курочек. Вот тут воду забыла налить. И они очень хорошо его едят. Прям ждут. Это пророщено, вон там корни какие. И очень любят. И на яйценоскость, конечно, хорошо влияет. Но я отошла от темы. Дальше что буду еще? Дальше прорыхлю. Ну и походу, когда завязывала, уже пасынки убирала. Но уже ведь из каждого пазуха идут пасынки. Так, какие вот, вот они, какое уже длинное. Если томат ведем в один ствол, значит, эти все пасынки надо убирать. Но то, что осталось, к завтрашнему дню уже будет 7-8 сантиметров. Они ведь, может, нарастут. Пашли пасынки, это уже говорит о том, что томат тронулся в рост. Зацвели, пасынки пошли. Ну и успевает только работа теперь. Я всегда говорю, в мае, июне хорошо поработаешь. И уже потом полегче. Дальше что теперь с ними? И подвязали. И томаты до поры до времени будут расти так, каждый своим ходом. Каждый по своему направлению. Это до поры до времени. Подрастут, дойдут там до планочки. Уже буду их ближе подвязывать друг к другу. Когда вот томаты начнут образовываться. Это для того, чтобы не мешали друг другу. И много комментариев было. У вас там заросли будут. Ну, естественно, заросли я не допускаю. Но если две недели не заходить в теплицу, там, естественно, будут заросли. Поливаю я томаты в неделю один раз. Теперь вот после посадки, через две недели полила. Пока вот, чтобы укоренились, все-все-все. И теперь буду поливать в неделю один раз. Ну и опять-таки по погоде. Если там будет холод, там, низкие плюсовые температуры, естественно, что там поливать, мучить томаты. А так, если не подвяли, ничего, хорошо растут. Теперь, естественно, вот они зацветают. Им нужно и полив. Подкормки только по мере необходимости. Если томаты будут расти нормально, цвет листа здоровый, хорошо цветут. Все, никаких подкормок я не даю. Потому что все, положили все, что надо в лунку. И до перекопки, и после перекопки перегной зола. Там же очень много микроэлементов. И зачем химии травиться ни для чужих, ни на продаже. Ведь выращиваем для себя. И потом уже по мере необходимости все работы делаются. Поливы, подкормки. По мере необходимости, опять говорю. Если, ой, там кто-то там где-то подкормил, полил, ой, и я сделаю. У меня не такой подход немножко. Я говорю, я ориентируюсь только на свои томаты, на свои условия, на себя, на свои возможности. И вот сегодня до обеда вот эти две полосы я должна связать. Ну, теперь что? Через неделю покажу. Или там другое вот что. Как формировать томаты, вопрос. Как вы формируете, что с ними делаете. Ну, естественно, будет время с ними, покажем. Вон петушушки у меня поют, курочки. Куда, что-то яйца несут. Вот, а сегодня еще вот эту зелень. Базилик хочу между томатами посадить. Вот тут базилик зеленый у меня. И базилик фиолетовый гигант. Ну, и сельдерей пока рано еще, капусту не высадили. Высадим капусту, пойдет сельдерей. Пока-пока. Ой, погода хорошая. Но будут холода, говорят. Ну, май надвигается. Холода будут. Зима уж все равно не придет. Зима не придет. К лету движемся. А будет холодно. По мере поступления. Минус будет. Подумаем, как защитить свои томаты. Пока-пока.